МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Ля Минор. Меня зовут Ксения Стриж. В эфире программа К нам приехал в гостях у меня сегодня замечательный музыкант, певец, да просто хороший парень, Александр Яге. Подтанцуй со мной и не надо слов. Слов на свете всё меньше остаётся. Я хочу сказать что-то про любовь, а в душе только музыка и снов, бесконечная, как космос. Проиграй меня, как музыку в своей душе, Проиграй меня и прости за всё, что нам не вернуть уже. Мои желания и мечты раздавь по полочкам своим. Проиграй меня, явное, тайное. Проиграй меня, явное, тайное. Потанцуй со мной, посмотри в глаза. Потанцуй со мной, посмотри в глаза. Прикоснись тонким пальцем в подбородку. И прозрачный ток, чистый, как слеза, Пробежит между нами, и нельзя Не понять его природу. Проиграй меня, как музыку в своей душе, Проиграй меня, как музыка в своей душе, Поиграй меня, как музыку в своей душе, Проиграй меня, как музыку в своей душе, Проиграй меня, и прости за всё, что нам не вернуть уже. Своих желания и мечты раздавь по полочкам своим. Проиграй меня, явное, тайное. Проиграй меня, явное, тайное. Подтанцуй со мной и не надо слов. Подтанцуй со мной и не надо слов. Подтанцуй со мной и не надо слов. Уважаемые телезрители, телеканал «Ля минор». Ваш старый знакомый, особенно постоянные телезрители телеканала «Ля Минор» знают. Ваш старый знакомый Александр Ягья. Сегодня в гостях, сегодня один, без ансамбля, один. И все вот тут вот. Саша, сразу не могу понять. Вначале я тебе представила Ягья, теперь Ягья. Как правильнее, чтобы я потом не путала? Ну, чтобы поклонники четко знали. Ну, честно говоря, я как-то особо не держу. Вообще считается, что Ягья. Ягья. Да, кто-то называет Ягья, кто-то Ягья. Считается кем? Каким народом считается? Ой, корней много. Литовских, татарских, русских. В общем, все собрал по чуть-чуть. Вместе монголы одобрили, что Ягья. Да. Хорошо. Александр Ягья сегодня у меня в гостях. Знаешь, прекрасная возможность увидеть тебя без ансамбля. Стало бы тебя узнать немножечко получше. И вот я, например, не знала до сего момента, ну, то есть вот до встречи в Гриму Бурной, что оказывается ты сексофонист, оказывается ты флейтист. Вот там флейта приютилась. И сегодня, видимо, прозвучит то самое ружье, которое рано или поздно выстрелит и так далее, и так далее. Потому что когда ты был в составе коллектива здесь, в общем, больше говорил человек, который орудует за коллектив. В общем, а твое дело было просто вот петь, вот, хорошо петь. Ну, в каком-то стеке. Да, да, да. И поэтому сейчас я хочу наверстать упущенное. Вот. И расскажи мне, пожалуйста, вполне возможно, что и не только я не знаю, многие не знают. Как вообще и саксофон, и флейта, и гитара сейчас будет. Ну, понятно, сейчас аранжированная история была. Понятно, ну, все ясно, ну, сольная карьера начинает, и надо как-то все быстро все рвать и так далее. Расскажи, что ты заканчивал? Заканчивал я музыкальное училище. Но, как в том анекдоте, знаешь, когда неважно, где я учился, главное, где я преподавал. В моей жизни, да, получилось так, что все, что можно было закончить по музыке, я закончил. Но преподавал я в замечательных двух вузах. А я думала, наоборот, неважно, что ты закончил, важно, кто тебе преподавал. Ну, неважно. Ты или так, или так. А тут наоборот. Нет, ну, просто в моем случае мне было очень приятно работать в замечательном училище имени Гнесиных и в музыкальном университете на Таганке. И, конечно, получилось так в моей жизни, что был такой период, когда я преподавал в этих двух учебных заведениях. А сейчас не преподаваешь? Нет, ну, это было в рамках программы «Миллениум». Такое было, в общем... Ну, это двухтысячные, видимо. Да, да, да. Видимо, да, когда «Миллениум»-то у нас. Да, да, да. Нулевые когда. И тогда мы, как бы, попытались сделать вот такие курсы замечательные на базе этих двух учебных заведениях. И вот получилось, что я там преподавал с замечательными педагогами. А какими ты можешь похвастаться учениками в этом смысле? Ой, учениками. В какое-то время у нас училась даже Пелагея. Да ладно? Да. А она мне на радио говорила, нет, мне нельзя учиться нигде, потому что я пою неправильно, я все делаю неправильно. И когда со мной сталкиваются педагоги, ну, мы больше о вокале говорили, они говорят, тебя учить не надо, ты перестанешь сразу петь. Потому что они говорят, все, что я делаю по вокалу, я-то не профессионал, я просто ей поверила, как девочка девочки. Вот, они говорят, я все делаю неправильно, и меня все отфутболивают, потому что, а иначе я перестану петь как могу. Это так правда? Ну, не знаю, насколько, ну, просто вариант такой, что вот это достаточно, так скажем, из тех учеников, которые добились серьезных результатов. Еще есть менее известные фамилии, которые я сейчас, может быть, даже не вспомню, но учились, которые, вот, одна девочка у нас успешно поет во многих мюзиклах в Москве. Я сейчас не вспомню ее фамилию, к сожалению, мы даже не встречались. Мюзикл, в этом смысле вещь неблагодарная. Да, 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 потому что имени, как говорится, нет, но вокал ее, как бы, жив, слава богу, надеюсь, что она тоже набьется больших результатов. Очень много было. А как долго эта школа миллениума существовала? Года два, наверное, три. Она, по-моему, даже сейчас где-то как-то существует, но уже не на том уровне, я боюсь соврать. Но я работал лет там, ну, 10 лет. Хорошо. Гнесинку по какому классу заканчиваешь? Мы преподавали вокал. А, и то, что я закончил, я закончил по классу гитара, бас-гитара и вокал. Вот, а уже саксофон и флейта, ну, это такие одноименные инструменты немножечко, то есть принцип, хотя они на вид, как бы, ну, вот я сейчас покажу флейту, да, но мы на ней позже сыграем. Она очень сильно отличается от саксофона, да? Ну, хотя бы по форме. Ну, да, вообще, по форме. Там же должна быть такая загогулина, насколько я знаю. Не знаю, эти инструменты близко, он, конечно, подумает, что это очень разные инструменты. На самом же деле смысл этих инструментов одинаковый. Не, ну, если губы выстроены правильно. Вообще, если губы... Если губы, если губы губище, то все заиграет. Шанс есть, да. Да, 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 все заиграет, даже женщина. Ну, да. И, как ни странно, эти инструменты присоединились после гитары, да? Да. Потому что мне кажется, что на гитаре учиться намного проще. Ну, может быть, я так как... Играть профессионально хорошо гораздо сложнее, чем на многих других инструментах. Но азы под гитару можно, в принципе, выучить два аккорда и выйти сразу на улице что-то спеть. Ну, да. Вот. А если играть на инструменте серьезно, то это уже достаточно сложный инструмент. Ну, ты сегодня покажешь, как ты серьезно играешь. Ну, какой-то степень. Это наше общение. Следующее. Тык-тык-тык. Что-то под гитарку у меня написано. Что-то здесь вот вступают. Духовые, значит. Ну, тут у меня все расписано. Партитура, да. Вот. По какому принципу ты выстроила эту программу? По принципу твоей новой сольной жизни? Или по принципу... Ну, по какому? Ну, вообще, как бы, жизнь артиста это такая переменчивая достаточно вещь. Несмотря на то, что я сегодня работаю уже сольно, очень быстро получилось так, что мне нужно было выходить на сцену и показывать новую программу. И в таком очень быстром темпе, экстренном темпе, пришлось делать новые композиции. И, в общем-то, я приблизительно составил так, как я их сегодня пою на концерте, эти песни. Он немножко у нас такой... А как давно ты уже поешь один? С начала этого года. А, то есть, ну, это с нового года, да? Да, с нового года, да. Ну, с января, там, с февралью. Ну, в общем-то, да. Вот так вот. Серьез уже, да. Ну, то есть, да, ну, то есть, по большому счету, сегодня Александра Игья. Да. Я так не побоюсь этого слова. Первое телевизионное выступление, сольное. Ну, такое, да, сольное, сольное, полноценное, телевизионное. Я вообще хотел сказать комплименту каналу «Ля Минор», замечательный канал. Все, кто смотрит его, всегда мне отзваниваются, говорят, что смотрим замечательные клипы, концерты. В общем, очень здорово. Я здесь просто на вашем канале люблю появляться. Вот видите, вам какие комплименты от Александра. А у нас песня счастливая, конечно же, для всех, кто смотрит телеканал «Ля Минор». А я-то думал, вы счастливая, Когда одна на склоне дня Вышли такая горделивая И не взглянули на меня А я-то думал, вы счастливая Я думал, вы счастливей всех Когда смотрел в глаза игривые Когда веселый слышал смех Глаза то нежные, то строгие Но в них тревога В них беда Наверно, вас любили многие Вы не любили никогда На вас глядят глаза влюбленные И мне понять издалека Что у вас тоска неутоленная Святая, святая женская тоска И мысь одна, неодолимая Вам не дает ни спать, ни жить Что это мало Быть любимою Что надо любящую быть Субтитры создавал DimaTorzok Святая, гордая, красивая Я слышу ваш веселый смех А я-то думал, вы счастливая Я думал, вы счастливей всех Александр, по-моему, ты сейчас был в отпуске Не смотрел последнее время Программу, к нам приехал, естественно Нет, нет, не смотрел А я просто дала клич Я говорю, музыканты В сандалиях не приходить ко мне И приходить в джинсиках И рубашка на выпуск Прекрасно Вот прекрасно Даже туфли почувствовал Вот, ну прекрасно Ну вот просто прекрасно И, конечно, после этой песни Все женщины твои Начиная с меня А я-то думал, ты счастливая А ты как все Хорошо, а где же такой вокал-то? Хорошо, там гитара, флейта, саксофон Это все музыкальные истории А что, так же в Гнесинке Вокал поднимался? Или все-таки это было уже Где-то, возможно, в ресторане? Ну, естественно, естественно Каждый уважающий себя человек Музыкант Который хочет Как-то совместить Свой профессиональный уровень И, так скажем Своё финансовое состояние Я не говорю, что благосостояние В ресторане, наверное, невозможно заработать Но тем не менее За ужин можно и спить Ну, по крайней мере, да Как вокзал для двоих Что сегодня ужинаем? Да Шерен, что ужинаем? Ну, вы знаете Смех смехом Да, это действительно так Действительно так Что принято так Что когда тебя приглашают И ты где-то поёшь Естественно, это угощение Это в меньшей степени, да И всегда приятно Посидеть за столом Где-то пообщаться с друзьями Ну, а в большей степени Когда ты уже Это начинаешь делать профессионально Естественно, тебе платят Каких-то денег Пусть небольшие Но уже ты можешь содержать семью, наверное Многие музыканты, работающие В ресторанах И я не явился исключением Очень долго работал В молодости в ресторане Потом как-то В ресторане? Не, в одном Нет, нет, нет Не метался А просто в ресторанах В ресторанах, да В нескольких ресторанах Я родился в далёком городе Ташкенте Вот только что хотел спросить Откуда? Вот, в Ташкенте Я в Ташкенте Чисто ташкентское лицо Да, да Ну, ничего Узбекская морда У нас в Ташкенте В Ташкенте Это многонациональный город После войны Так и Алматы Так же Да, да, да Но Ташкент был особенный Потому что там стоял И до сих пор находится Авиационный завод Который поставлял Для В годы войны Там можно было делать самолёты Практически под открытым небом А почему в Ташкенте-то? Мама у меня певица И в годы восстановления Как сказать А почему в Ташкенте родился? Мама у меня певица Да Ну так То есть не папа военный А мама у меня певица Нет, папа нет, не военный Мама певица И в годы, когда переселяли И восстанавливали Не только, как сказать Архитектурное, да Так сказать, достояние Ташкента Но еще и культурную столицу Пытались сделать Ну да Замечательный был построен театр На ВАИ Который сегодня существует Я надеюсь Просто по приглашению Да, она была Кларатурная собрана И она была приглашена И работала И кого-то встретила, видимо Нет, встретила она Я младший в семье До меня еще трое Она встретила папу раньше Ничего себе Да, да, да Папу она встретила гораздо раньше Еще есть сестра и брат Старшая сестра и два брата Два брата, а четвертый? Я самый младший, да Четвертый? Четвертый, да Ничего себе Я уже родился в Ташкенте Родился уже в трехкомнатной квартире В общем, все как положено Ну как младшему всегда везет Да, младшему всегда везет У меня уже была своя комната Игрушки от старших Также одежда Ботинки Но тогда не такие времена были Что прям там суперигрушки какие-то Или все игрушки были чугунные Там деревянные Но тем не менее Сейчас правда Говорят о игрушках Сейчас смотрят Вот такие два старых пердока Тут встретились Кто утюжком чугунным игрался Кто гилькой Да нет, все нормально Если бы мне показали сегодня Те игрушки, которые сейчас Я бы, наверное, вышел бы И слава богу Мы хоть книжки читали Это да Это правда Да И стихи писали Так, значит, что-то мы перескочили Значит, Ташкент родился Тык-тык-тык Петь-то Ну вот в ресторанах начал А потом приглашать В Ташкенте уже пел? Да-да-да Уже пел в Ташкенте Очень рано начал работать А в Москву когда подъехал? В Москву я попал уже после того, как я поработал очень много лет за границей Ну, видимо, поступал в Гнесинку, раз здесь Гнесинка была Нет, учился я в Ташкенте в музыкальном училище Да А в Гнесинке здесь работал А преподавал? Преподавал Ничего себе Да-да-да Поэтому я могу Похвастаться Так ты наш недавно Ну, недавно, недавно Если 17 лет, наверное, уже собрал 2002-й? Нет, приехал когда в Москву? Да Нет, 96-го А, где-то такая Нет, имеется в виду, ты преподавал уже с 2000-го А, в 2002-м уже преподавал А так с 96-го С 6-го я уже в Москве Ну, практически 25 лет У нас есть звонок Здравствуйте 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 Я вам звоню из Рязани Так Здравствуйте Здравствуйте Часто туда езжу И бываю с концертами Обязательно вот как пригласят с концертом, так приеду Я только за Ну, самое главное здесь, чтобы понимали люди Что, в общем, частное приглашение К приглашению артиста на площадку не имеет ничего общего Естественно, зрители хотят знать Но вполне возможно, что кто-то из уполномоченных смотрит Телеканал «Ля Минор», если слышат Да, с удовольствием Уполномоченных, в данном случае, Рязани, да? Вот, и возьмут на вооружение Ну, вообще сейчас, если честно, знаешь, такие времена Что если позвонить своим друзьям, условно говоря, в Рязань Все эти, конечно... Ну, это будет частная история Нет-нет-нет, это будет все равно Это можно сделать концертный центр Не смотря какого уровня друзья У нас хороший уровень Друзья должны быть хорошие, как ты сам Сейчас даже как-то неловко об этом говорить Почему? Ну, как-то не знаю Нет, друзья, они независимо от чина Независимо от уровня Они просто друзья Немножко стрёмно Как-то хочется сейчас говорить Друзей у нас мало Один-два, и то одноклассники Да Судьба не сложилась, но ребята хорошие Вот это как-то по-нашему, по-скромному По-нашему, да? Да-да-да, мне кажется А вот это, у меня там есть друзья Нет-нет-нет, ну, друзья в каком смысле? Это могут, это заместников много Нет-нет-нет, это хорошо, что люди общаются Независимо от какого уровня И титула там, или чинов, друзья Они есть разные Да, я шучу А общаюсь я со всеми Я шучу Да Я шучу, это прекрасно В Рязань мы приедем Это недалеко, мы скоро будем в Рязань Звоните из других регионов, приглашайте Без тебя так называется следующая история Да, это одна из веселых моих Таких быстрых композиций С удовольствием спою То есть энергичный танец Это энергичный танец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То ли снег, то ли дождь Не погодится, как говорится То ли снег, то ли дождь И вокруг незнакомые лица Ты б меня поняла Если б рядом была Если б знал, что ты есть Я б домой возвращался пораньше Если б знал, что ты есть Было б меньше грусти и фальши Ты б меня поняла Если б рядом была Без тебя моя жизнь суета Ты же знаешь, как жизнь не бывает Без тебя что-то вечно не так Это просто тебя не хватает Без тебя мое сердце шкала Где отметка всегда нулевая Без тебя мое сердце зала Ты же знаешь, как жизнь не бывает Нет, иногда я жесток Но легко лежит в мире жестоком Иногда я жесток Только ради тебя не настолько Ты бы рядом была Если б ты поняла Если б ты поняла Без тебя моя жизнь суета Ты же знаешь, как жизнь не бывает Без тебя что-то вечно не так Это просто тебя не хватает Без тебя мое сердце шкала Где отметка всегда нулевая Без тебя мое сердце зала Ты же знаешь, как жизнь не бывает Без тебя мое сердце зала Без тебя мое сердце зала Без тебя мое сердце зала Ты же знаешь, как жизнь не бывает Ты же знаешь, как жизнь не бывает Без тебя что-то вечно не так Без тебя что-то вечно не так Без тебя мое сердце шкала Без тебя мое сердце шкала Где отметка всегда нулевая Без тебя мое сердце зала Ты же знаешь, как жизнь не бывает МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 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 Меня зовут Людмила. Как? Людмила. Людмила. Красивое имя. Здравствуйте. Ой, вы знаете, Ктюша, очень приятно, что Александр сегодня в студии. Вообще классно. А я как рада. Да. Вот. Наш белый орел. Хочу ему сделать большой комплимент. Кроме того, что он очень красивый мужчина. С красивым голосом. Вот. А хочу ему задать, может быть, даже каверный вопрос. Так. Я готов. Как сложилась у него судьба после передачи «Давай поженимся». Я понял вопрос. Поженился, что ли? Очень приятно. Нет, я, конечно, замечаю в этой передаче очень многих моих товарищей, которые там проходят с каменными лицами. И которые, в общем-то, желают то жениться, то замуж, в зависимости от пола, да? Вот. И делаю вид, что, в принципе, это им надо. Ну, понятно, такой пиар. Ага. Пиар. Ну, дело в том, что обрадую Людмилу, наверное, в какой-то степени сразу начну с главного. Никак не сложилось. Я по-прежнему завидный холостяк. Но дело в том, что мне просто... Да, да, да. Ну, в какой-то степени завидный. Ну, Ксения, ну что вы? А что я... А я все время, когда ты пел, думала, вот, Ксения Ягья, как звучит? Как это звучит, да. Вот, не всегда выговоришь, правда, в эфире программа к нам приехала, значит, с вами Ксения Ягья. Ну, в принципе, Ксения Ягья – это нормально. Да, нормально. Ну, там Юрьевна разбавит это все дело, и тогда Ксения Ягья... Но поступило такое предложение от программы, где можно вот пожениться, говорит, давай мы тебя все-таки поженим. Я говорю, вряд ли. Вряд ли можно найти, вот, тем более на передаче. Они говорят, нет, ты посмотришь, у нас будут очень красивые девушки. Ну, я согласился. Да, я выбрал девушку. А тебе важно вот красивые? Нет, ну, мне сказали, что должны быть красивые. Ну, первое, что, когда ты встречаешь человека, да, наверное, встречаешь же по одежке. Он во мне не видит женщину. Я ему намекаю всячески. Он говорит, нет, обещали красиво. Я уже согласен. Ну что вы, Ксения Я согласен. Тем более, что мы давно друг друга знаем. Ну, как будто я выклянчиваю чего-нибудь. Не знаю. Ну, в общем, ничего из этой передачи не получилось, кроме того, что... То есть у Людмилы есть шанс. У Людмилы появилась возможность, и моих просто людей, которые знают меня, появилась возможность еще раз меня увидеть. Я был в красной рубашке. Я не видела. Да, обалденная рубашка. Сегодня, видите, не менее цвет, кстати. Васильковый лучше. Васильковый лучше. Глаза. Нет, смотря с какого ты был, в каком состоянии. Иногда и красная. Да, да, да. Это самое. Подсвет. Но, в принципе, была хорошая передача. Меня увидели люди, видите, об этом говорят. Здорово. Но ничего пока не вышло, так что я в поиске. Ну, вот я смотрю, что мается вещь в руках. Да, мается. Нервно, нервно мается, потому что, наконец-то, это одно из тех ружей, которые приготовлены здесь сегодня в студии, которое обязательно должно выстрелить. Я скажу вот по-честному. Несколько раз Петрович, ну, Владимир Петрович Пресняков. Да. Петрович. Тот самый. Тот самый старший, да. Петрович. Он мне позволял из своего мунштука извлечь звук из своего, так сказать, саксофона. Ну, там же и флейты, и все. Там же тоже у него очень много всего. У меня не вышло. Великолепно, кстати. Саксофо используешь случаем, да? Из нашей, так скажем, коллегии. Удивительно. Нет, я просто к тому говорю, что вот там на гитаре профессионально играть, вот ты сказал еще в начале нашей встречи, что, наверное, сложнее, не сложнее. Но здесь самое главное, вообще просто вот, просто элементарно, для начала извлечь звук. Вот, что со струнными намного проще. Да, просто берете так. Вот, смотрите, как он складывает вот эту ситуацию, да? Все очень просто. Вообще просто. Ну, вот все просто, а вот нифига не просто. Вот, поэтому сейчас мы будем слушать песню, которая будет называться «Невидимый». Невидимый. И там будет вкрапление флейты. Обязательно. Обязательно. И все это, конечно же, вживую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда течет река любви? Субтитры создавал DimaTorzok 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 А теперь вот серьезный вопрос Да Вот звонили люди, да? Ну, женщины, что приятно Очень приятно И что нормально, я считаю Хотя, в общем-то, когда мужчины звонят Тоже хорошо То есть, значит, и они принимают эту музыку Вот Но, в принципе, наверное, все-таки Репертуар твой больше рассчитан на женщин Мне так кажется Мне так кажется Ну, в какой-то степени больше Наверное, мужчины посвящают такие песни женщинам Ну, да, конечно Вот И всегда говорили Ты наш белый орел Ты наш, там, титинь-тинь-тинь Или вы наш Там, неважно Ну, все такое Вот Все-таки Чуть больше полугода, да Ты в сольной истории Вот Насколько сложно Иначе не 20 лет, да? Насколько сложно Вот действительно Чтобы столь, в общем-то, егья, да А с одной стороны Очень такая Фамилия Редкая Возможно, где-то невозможная, да Вот Но, с другой стороны, креативная, да Потому что Если уж ее запомнил Так уж ни с чем не спутаешь Ну, уже да, да Да, да, да Уже ни с чем не спутаешь Вот Насколько Хочется отделаться Вот От ситуации С белым орлом И насколько хочется И как И как это все у тебя внутри Вот это преодоление Чтобы прозвучало Именно Александр Егья Ну, в общем-то Изначально, когда я начал Сольную деятельность Конечно Были Сомнения Потому что Много лет проработано В коллективе Очень много А сколько, кстати? Сделано Больше пяти Больше пяти Шесть, вот я думала Вот так вот Да, да Больше пяти лет Вот Ну, это И как-то так все Когда еще особенно Если человек чувствует Какие-то разлады В коллективе Да Ну, какие-то вот такие Наступающие, так скажем Он начинает готовиться К уходу Я в этом смысле Не подлый человек Я не готовился Никаким уходом То есть я не писал заранее Альбом Не готовил новые песни Чтобы вот Ну, как Не готовил Путь отступления Не было в синях там Грабель То есть никаких Да, никаких То есть я вот это честно говорю То есть не было никаких Вот таких Камней в запазухе То есть Вот когда Я предстал перед фактом Что вот теперь Мне надо работать одному Да Естественно Были И моменты И сомнения И такого нервного состояния Было, конечно, тяжело Но сегодня я понимаю Даже вот по этим двум звонкам Да Очаровательных женщин А с авторами что? С авторами замечательно вообще Вот что самое Мне первое Что нравится сегодня В моем дне То, что я сегодня Пою ту музыку Которая написана Уже для меня Или я выбираю То есть специально под тебя Да, или под меня Или я пытаюсь Взять именно те композиции Которые мне сегодня по душе Естественно Я не рассчитываю На тотальное попадание Сегодня Прямо в десятку Да Но в любом случае Работаю с человеком Замечательным С таким как Костя Арсеньев Да Ой, он классный Да Очень С Костя Причем этот альбом Вот, пожалуйста Невидимый Без тебя Да нет Во всяком случае Все, что сейчас Пока что звучало Все лично Меня очень устраивает Очень ложится На твою И самое приятное И самое приятное Что сегодня Когда я приезжаю В другие города Конечно люди ждут Некой Белоорловской Так скажем Истории Да Потому что И устроители концертов Пишут там Вот это Злосчастное Экс-солист Не надо От этого надо Обязательно Отделывать Я понимаю Но организаторы концертов Они считают Что Наверное Так будет А люди приходят А люди приходят На Александра Яги Я был сам удивлен Потому что Для меня конечно Это приятно Потому что Вот И Когда люди подходят И говорят Саша Как здорово Какой концерт Я думаю Что сейчас Должны бить По идее Что не было Кокупателя в России Вечера Или еще что-то Это вообще Звонок Добронравову Да Сашке привет Он сейчас вообще Сам неплохо Это уже поет Недавно кстати Я был здесь Ох мы тут зажгли Сашка нормально поет И без белого Он разбился Что-то вообще Красава Вот И Понимаете То есть Нету никакого Упрека Что пришли Именно на эту песню А ее не было Все отлично Все проходит Самое главное Люди пришли Увидеться С человеком Который им приятен И Так скажем И песни нравятся И все Ну в какой-то степени Иногда А что не спел Ну да Это старая песня Я думаю В принципе По большому счету Все устраивает Сейчас Как оно происходит У нас есть звонок Долго уже Да Извините Давайте поговорим Слушаем Да Здравствуйте Дождались вы нас Алло Да Здравствуйте Алло Ксенюшка Ау Извините Пожалуйста Алло Ксенюшка Это вас беспокоит Мурманск Ох здорово Извините Мы Можем Сидим Смотрим Вашу передачу Слушайте Этот милый человек Вы простите нас Пожалуйста От всего сердца Честное слово За то Что он такой Умница Низкий ему поклон Ведь первый раз Послушайте Мы люди уже пожилые Но Я вам хочу сказать Эти песни Они все со словами Они со смыслом Понимаете И действительно Вот я вам клянусь Я и мой муж Яния Игорь Михайловна И вот Сидит со мной Старшенька Мой родной Я вам клянусь Что мы таким умилением Все это слушаем Да вы прям прослезились Мне так слышится Спасибо огромное Не расстраивайтесь Спасибо Огромное спасибо 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 вам огромное Спасибо, мир вашему дому За эти добрые слова Я честно говоря Не услышал вопрос Одни эмоции Спасибо вам большое Это здесь привычное Честно говоря Я хотел бы заметить Да, я понимаю Что не хочется Выделять какие-то Специальные города Но вот специально В Мурманске живут Очень добрые люди Чем ближе к северу Тем лучше люди Да, да, да Очень добрые люди За это вам огромное спасибо Много раз был в Мурманске Но почему-то в Мурманске Были всегда клубные концерты На которых, наверное, вы не были И были на всех мероприятиях Посвященных Вот, когда была такая Большая беда С этим с Курском Ездили по всем этим городам Делали какие-то концерты В какой-то степени Даже благотворительные Пытались делать Для семей В общем, которые Ну, нашими песнями Как, к сожалению Песнями уже людей не вернешь Да, и уже ничего не сделаешь Но в любом случае Мы всегда с удовольствием Приезжаем в эти места В красивых местах живете Дай бог, чтобы Поменьше бед было у нас С этими подводными лодками Ну, а сейчас Я заметила Да И вы, наверное, тоже Что происходит Какая-то чудесная история Да, да, да То есть После флейты Сейчас в руках гитарка Да И, по всей видимости Сейчас прозвучат песни Под гитарку Да В двух словах, да Одна песня Только в двух Да, в двух словах Песен просто много Песен называется Прости Прости, что ты Ворвалась в жизнь мою Прости за то, что Я тебя люблю Прости, что нет Тебя теперь со мной Прости за то, что я Всему виной Прости за то, что я Я умею ждать Прости за то, что я могу прощать Прости за то, что не хочу уйти Что так случилось Ты прости Прости за мой характер непростой Прости, что ненавидишь Прости, что ненавидишь ты сейчас Прости, что я не смог тебя найти Прости, что я не смог тебя найти За все на свете Ты прости Прости меня, что я не твой Прости, что нет тебя со мной Прости, что не хватило Прости, моя любовь Прости меня, что я не твой Прости, что нет тебя со мной Прости, что не хватило слов Прости, моя любовь Прости, моя любовь Ну, что-то Видимо, все, на чем Воспитывался Да, да, да Точно Все имеет Вот, имеет какие-то Интонации Еще добавить Майкла Болтона И будет полный комплект О, ну, Майкл Болтон Он намного позже в нашей стране Появился Да, но я работал за границей Поэтому как-то так получилось О, кстати И где-то мы работали? Я работал Ну, начал я с Болгарии А потом я работал В замечательной группе Болгария не за границей Ну, тогда можно было Звонок Киркорову Звонок Курицы Да Можно было тогда уехать Только в Болгарию А уже с Болгарии Я объехал практически полмира Был и в Африке И объехал всю Европу В составе Замечательной группы Марафон В составе этой группы Даже так получилось Что мы гастроили вместе Замечательной группой Скорпионс Вот Кто с ними только не гастроировал Да, да, да От Горький парка Ну, нет Там А что же Если говорить о группе Горький парк Очень достойный коллектив Намного достойнее, чем Скорпионс На мой взгляд Ну, это уже как бы, да Ну, это В нашей стране Я думаю Я не люблю сиреневые сопли Но Скорпионс Для меня это сиреневые Ну, да, да Ну, в любом случае Тай After тай Вот это все уехал Да Здравствуйте Здравствуйте А, есть у нас звонок? Да Здравствуйте, Ксения Да Здравствуйте, Александр Здравствуйте Звоните Ирина из Нерехты Тороплюсь на работу Вопроса не задам Что-то поздновато на работу Садьте в Нерехту в план У нас много холостых дам Так Приезжайте к нам с гастролями, Александр Обязательно Спасибо большое Спасибо большое Спасибо за ваше творчество Удачных вам творческих успехов в дальнейшем То есть, в принципе Все, чтобы было хорошо Все, чтобы сложилось в вашей жизни удачно Вот Летайте свободным плаванием У вас все получится Все будет здорово Спасибо огромное Всего доброго, спасибо Спасибо за добрые слова Ну, я считаю, что следующий тур Нужно просто Еду жениться Да Да Не надо экс-там Какая-то группа Вот А просто Александр Ягин Еду жениться Да Женить Бабоньки Покупайте билеты Да Не расстраивайтесь, что уходите на работу Программу будут повторять еще пять раз А что это за работа такая уже К шести делат Ну, нормально Люди работают Откуда звонила дама Не услышал Я не расслышал Не расслышал Потому что если это Казахстан Так там уже вообще ночь Ага Ну, наверное, может быть, да Что-то такое Продолжаем петь про Москву И тоже под гитару Улица Москвы Улица Москвы Замечательная песня Такая очень добрая И я очень хочу ее спеть Среди знакомых слов Услышал вдруг Петровка Душа и мысли в раз Обмякли, как веревка И сразу закружилась в голове А это просто улица в Москве Простая, в общем, улица в Москве Среди знакомых слов Услышал вдруг Лубянка И стала от зубов Отскакивать морзянка И сразу закружилась в голове А это просто улицы в Москве Две улицы Обычные Обычные в Москве Обычные в Москве Наследственный тот страх Улицы в Москве Певец, музыкант Автор местами ты же еще и пишешь Конечно Вот Ягья Сегодня Александр Ягья А то так подумают Александр где-то там А потом Ягья просто Зовите меня просто я Да Александр Ягья Ягья у меня сегодня в гостях И вот вроде страшная песня Ну жутковатенькая Да Ну вот в этом весе смысл Хотелось передать А смысл в том Что я услышала только Макаревич Ну Кстати Ранее Соль на его подгидарку Веста в семь лет Да И я смотрю на маму Ко всем тем фамилиям Которые мы перечислили Кстати Наверное Андрея Макаревича Прямо я услышала И поэтому я не слышала Я понимала что Петровка Лубянка Ну все это понятно Да НКВД там И вся эта история И КГБ и так далее Вот Но я услышала только Макаревича Его лирика Про детство Про кораблики Вот это вот все Потому что абсолютно Вот ранее оттуда Мы выросли конечно На группе Машина времени Замечательный коллектив Я считаю что Очень достойный По сегодняшний день Можно слушать эти песни Респект Только и уважуха А вот как ты видишь себе Ну представляешь же наверняка Вот Свою Вот сольную историю Да Как Ну что как Как замечательно У меня есть Просто выходишь и поешь Да Ну нет не только Почему У меня есть Возможно какой-то Симфонический оркестр Да С удовольствием Конечно Это балалайки А я-то думаю Вы счастливая Песня была записана Симфоническим оркестром Здесь только ленивый Не хочет спеть с лепсом Понимаешь Ну как Ну Насчет дуэтов Я тоже думаю Конечно Замечательно Будет возможность Спеть с любым певцом Я бы С удовольствием Вышел Ну лучше конечно Наверное женский вокал В данном контексте Потому что мне Более импонирует Спеть с девушкой С какой-то женщиной Да Есть Это было бы логично Некие предложения Сегодня От В Белоруссии С певцами С певицами Уже в Москве Сегодня мы сделали Замечательный ремикс С Венгеровым Диджеем Венгеровым Который Миша сделал Венгеров Замечательный ремикс На песню Которую пел Первый потанцуй со мной Сейчас на многих Музыкальных каналах Уже выходит это видео Но пока только Вот в той версии В которой я пел сегодня А ремикс Выйдет уже в сентябре Мне вот если честно Я не знаю Там смотрят нас Кто не смотрит Кстати мне сообщили сейчас Что вот тот город Откуда звонила женщина Куда она сейчас собирается К шести часам на работу Это Костромская область Это московское время Да Это московское время Ну просто многие работают вечером Почему Это бывает Ну в принципе да Может быть она тоже в эфире Ну или так Ну да Или Врач Ну врач Бывает поздняя смена Там Я не знаю Может быть даже бомбила А может в ресторане Повар О А может быть Я не повар в ресторане Может не повар в ресторане Может просто в ресторане Может быть в метродотеле ресторана А может вообще А может вообще в метро работает А в Костроме нет метро Эх А может далеко ехать А может быть сторож В магазине О А может быть с ружьем А может мужу просто несет котлеты А он там с ружьем А может быть не сон Ну, может быть. Ну, в общем, мы как-то так вот о вас тут поразмышляли. В его случае звонок был приятный. Спасибо вам, звонок. Да-да-да, конечно, конечно, конечно. Единственный дуэт, вот я прервалась, который мне мужчина с мужчиной нравится, это действительно дуэт, который, но он еще и знаковый. Это два грузина, это Меладзе и Лепс. Вот это. Обернитесь, огляни. Ой, какая вообще песня. Во-первых, песня шикарная, во-вторых, у них настолько вот эти вот голоса, и настолько она харизматична, они же два харизматичных таких парня, да? И вот это еще сильная песня, и вот у меня прям, как я ее слышу, если еду там радио, я прям притормаживаю, потому что у меня прям мурашки идут, вот это клево. Это вот единственное. А так, в основном, конечно, мужчина с женщиной, я к дуэтам говорю. Да, актуальнее. Оно актуальнее. Так, дальше мы идем обладать. Обладать? Песня. Замечательная песня. К вопросу о Меладзе и Лепсе. Да. Обладать. Поем. Песня. Поем. Поем. Субтитры подогнал «Симон» В пламени жарко, моя госпожа, государыня страсть Вмиг на ослажденье трепещет душа, надо мной власть Но как закручен сюжет дежавю, тишины ночной На подмозгах любви хрипло ноты пою Только ей одной я так хочу обладать Этой женщиной, ее красотой Волшебной, божественной Детской душой Бесконечно доверчивой Верной и все же такой переменчивой С ней я зажжен бы, как яркий салют, вереницу ночей И окружал ее глаз чистоту от злых новостей Сидел бы рядом и слушал ее Рассказ ни о чем И как молитвы напев, что мой ангел во тьме Надо мной прочел Я так хочу обладать Этой женщиной, ее красотой Волшебной, божественной Детской душой Бесконечно доверчивой Верной и все же такой переменчивой Я так хочу Обладать Этой женщиной, ее красотой Волшебной, божественной Детской душой Бесконечно доверчивой Верной и все же такой переменчивой Я так хочу обладать Этой женщиной, ее красотой Волшебной, божественной Детской душой Детской душой Бесконечно доверчивой Верной и все же такой переменчивой Буквально можешь даже не отходить, Саш Потому что буквально закрывая паузу, чтобы звукорежиссер мог выставить следующий трек Ну, минусовочку, да Естественно, потому что поем вживую Но хочу сказать вам, друзья Здесь Саша меня не слышит Вообще никто меня не видит, не слышит И все, этот человек Мое глубокое убеждение Не то, что наступает на пятки А он просто уже встал на лыжи На которых идет Стас Михайлов Я имею ввиду по публике Но ведь в отличие от Стаса Михайлова Здесь стоит еще за плечами Такая серьезная история, как Александр Серов И вы не могли этого не услышать А там, в общем-то, публика посерьезнее Следующая песня Крик Я как белая птица Без крыла Никогда больше в небо Не взлечу И любовь в моем сердце Умерла Я как раненый лебедь В небо хочу Но не взлечу Крик журавлей Зовет собой Оставляя тоску И только боль Мне не достать До облаков Как назад Не вернуть Твою любовь Одинокие крики Черных птиц Часто слышу В своих тревожных снах Только синее небо Без границ Где летал Часто в детстве Я в облаках В светлых мечтах Крик журавлей Зовет собой Зовет собой Оставляя тоску И только боль Мне не достать До облаков Как назад Не вернуть Твою любовь Крик журавлей Крик журавлей Зовет собой Оставляя тоску Оставляя тоску И только боль Мне не достать До облаков Как назад Не вернуть Твою любовь Твою любовь Твою любовь Александр Игья Сегодня гость моей программы К нам приехал Музыкант Певец Автор Кстати Где твое авторство Сегодня прозвучило Во многих песнях Музыкальное больше Или текстовое Музыкальное и текстовое Но сегодня Я уже повторюсь Я опираюсь на Константина Арсеньева В общем-то С поэзией С его не поспоришь Обладать этой женщиной Понравилось Да Я все спорил С Костей Что вот это вот Слово Там есть Детской душой Он говорит Если уберешь Детскую душу То пиши другие слова Ну да Вот То есть Он настолько стоит На каждой вот фразе На каждом слове И знаете Когда я начинаю петь Я понимаю Что Он был прав Ну слушай А какой-то Ну вот Репертуар Ну вот уже там есть Да Сколько-то песен И я думаю Естественно Это не все Что есть Какой-то сольный Альбом готовится Конечно Конечно Это все Песни Так скажем Нового сольного Альбома Который Надеюсь В октябре Будет Ну да С нового сезона Ну да Издан По крайней мере Так скажем Представлен Людям И я думаю Что в принципе Люди услышат Зрители Давай решим Саш Технический момент Зрители Телеканал Ля Минор Уже привыкли К этим техническим моментам Мы должны выбрать Одну песню Из двух Оставшихся Какую Ну просто для Звукорежиссера Чтобы он понял Что нам поставить Какие там Оставшиеся Мама Или в зеркалах Чем мы завершим Программу Да Ну Мама Она более Так скажем Известная В зеркалах Ну давайте В зеркалах Она честно говоря Новая А мама Уже более Давай в зеркалах Тогда Ну давайте В зеркалах Хотя Для звукорежиссера Жалко что не получилось Спеть сегодня эту песню Потому что Я думаю что на сайте Или где-то Где могут зайти Да конечно В интернете Послушают Потому что песня о маме Очень красивая Ну да Ну давайте В зеркалах Она не может быть некрасивой Сейчас попозже Чуть-чуть Вот Потому что мы сейчас Вот когда ты споешь В зеркалах У нас Останется буквально Три с половиной секундочки Там попрощаться Просто сказать Другому Как говорит мой коллега Широков Чмоки-чмоки Вот Чмоки-чмоки Он так ржет Над всеми Молодежными историями Чмоки-чмоки Вот перед тем Как сказать Чмоки-чмоки Хочу тебе задать вопрос Что для тебя Вот Ты мне очень симпатичен Вот знаешь Спасибо Серьезно Потому что Нет Приятно Нет Приятно Очень увидеть Иногда человека Без коллектива Во-первых Ты прав Что так или иначе По твоей воле Не по твоей Ты расстался С ансамблем В котором ты был Да С группой Потому что Во-первых Ты очень харизматичный Ты талантливый И как-то вот В группе Ты немножечко Вот терялся Вот есть люди Которые наоборот В группе Выпукло Стоят А потом Ушли из группы И нету его И горох какой-то Там Чпок-чпок-чпок Вот А ты наоборот Ты можешь как раз Зазвучать И у тебя Это получается И даст бог Что для тебя Вообще важно Вот в жизни Важные Какие штуки Ну во-первых Наверное Для любого Человека Который стоял На сцене Как можно дольше С нее не сойти Потому что Это уже Как Такой вот Наверное Может и вовремя Ну или вовремя Ну не знаю Я как бы Для певца У меня нет каких-то Понимаешь Если смотреть на шоу-бизнес То тогда Надо уйти вовремя А если смотреть Как для певца Для вокалиста Для человека Который несет определенную Я больше Не к шоу-бизнесу Себя отношу А больше К музыкальному Жанру Я музыкант В первую Музыкант Поэтому Сначала Все-таки Мне хочется Сделать гораздо больше Для того Чтобы В жизни себе И своим Слушателям Или просто людям Которые Меня любят Что-то показать Доказать Вот А уже Уйти как можно Попозже Об этом сейчас Еще рано думать Но вообще Хочется сделать Серьезно Личное у тебя На каком месте? Личное? Ну я конечно Люблю себя В хорошем смысле слова Ну что именно Личная жизнь? Вообще Любовь А Личная жизнь Оказывается К себе Получается Не-не-не Я просто Я не понял Тогда вопроса Естественно Любовь Без любви Вообще ничего Не существует Нет смысла Нет Если уж личная То личная В зеркала Смотрюсь В зеркало До головокружения Пойдем А я пойду Пока что Немножко Ну как всегда Про любовь В зеркало В зеркало Я Я родил по городу Один И перед глазами Проплывали Сотни потрясающих картин Где В зеркало В зеркало Мы еще Предположим С женщиной Другою Мы пойдем На площадь Или пляж В ресторанчик За знакомый Столик Как скажу Я ей А помнишь Я Но нельзя Сказать Она не Взпомнит В зеркала Мы еще Вдвоем Словно На картинах Старых Мастеров В зеркала Мы еще Вдвоем Как поверить Мне Что прошлое Прошло Как поверить Как поверить В зеркала Мы еще Вдвоем Словно На картинах Старых Мастеров В зеркала Мы еще Вдвоем Как поверить Мне Что прошлое Прошло Как поверить Как поверить Как поверить Как поверить Как-то Какие-то Представления Какие-то Мечты Чего-то Достигать И держаться До сих пор Молодцами Вот ты все Сегодня Как-то Это вот Красной ниткой Про В своем Творчестве В своем Исполнении Как-то Вот оно Ты поддерживаешь Это очень важно И не даром И не даром Звонят и говорят Такие хорошие слова Спасибо тебе большое Думаю что увидимся Не последний раз Думаю очень скоро Увидимся на Твоем каком-нибудь Сольном Хорошем Большом Концерте Очень рада была С тобой близко Познакомиться А с вами прощаюсь Как обычно Ненадолго Всегда ваша Ксения Стриж Пока-пока